Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 21 глава, 12-13 стихи. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Толкование блаженного Феофилакта. Как владыка дома, то есть храма, он выгнал из него торгующих, показываясь им, что все принадлежащее Отцу принадлежит и ему. Сделал он это и потому, что имел попечение о благолепии храма, и хотел показать отменение жертв, так как, изгнавши валов и голубей, он этим предсказал, что нет более нужды в жертвоприношении или заклании животных, но нужна молитва, ибо в вертепах разбойничек совершается убийство и кровопролитие. Или он назвал храм вертепом разбойников потому, что в нем были корчевники, продающие и покупающие. Так как любостяжательность есть страсть разбойническая, смотри и ты, чтоб храма Божия, то есть своего сердца, не сделать вертепом разбойников, то есть жилищем демонов, а оно сделается вертепом, если мы будем иметь помыслы о продаже и купле, если будем сребролюбивы до такой степени, что будем заботиться и о самой малой монете. Мы сами себя обратим в вертеп разбойников, если будем продавать и терять голубей, то есть не сохраним себе даров духовных. Толкование закончилось. Ну тут вопрос, даже ставить бы не надо. Изгнал продающих и покупающих. А что в церкви никогда не обращали на это внимание? Обращали. Есть каноны, которые это подтвердили. Каноны церковные. Вот у меня есть книга, вот она. Называется «К истинному православию». Здесь есть путь такой, торговля и храм несовместимы. Все каноны церковные запрещают торговать в церковной ограде. Перечисляются чем бы ни было. Ну а как тогда сегодня торгуют? Ну а как? Гнилые подпорки-то они остались. Начинают подпирать. Ну у нас же не валы. Правда, валов там нету. Ну в городе какие валы? Вот. Голубей у нас нету. И поэтому у нас все благословлено. Вот Софрина выпускает свечки. Свечки мы Бога прославляем. Крестики, иконки, книжки. Вот они отвечают. Я говорю, скажите, а валы и прочее было заповедано в жертву приносить? Да. А свечки? Нету, нету. То есть то, что было павильона приносить в жертву, и продавать нельзя было в храме, в храмовой территории. Все, что входило в эти стены. А значит, обострову вообще говорить не надо даже? Так не один киоск, а несколько киосков, комков, и очередь бьется по всему храму чуть не до алтаря. Потом разворачивается и обратно, ну чтобы так так не вмещается. Подтолковать вообще не о чем, нет? Значит, если она торговля есть, я говорю, то вывод такой надо делать, что сюда Христос еще не приходил. И вообще бы он выгнал, Христос это не терпит. Так, ну а вот страстная неделя перед Пасхой, первый понедельник в этой неделе страстной, называется вертепный. Это Господь взял в понедельник. У меня веревка большая, я взял, пожертвовал немножко, вот такими отрезками нарезал, заложил в конверт, написал место из Писания, и принес, и всем продавцам подарил. Я говорю, вот веревка, вам напоминание, что Господь все-таки когда-то придет, пусть не в храм, на землю, и он пороть вас будет негодных. Вы разбойничаете здесь, потому что обманываете живых и мертвых за упокой, молиться, торгуете непрерывно. Как их задело это? Ну веревка в руках, это не просто сказать, тем более они меня знают. Они к настоятелю, настоятель в городе Барнауле, Войтович, отец Николай. Того что-то, видимо, не так задело, но все под его контролем-то. Он даже улыбнулся, так это вы им подарили. Да, подарили, батюшка. Главный-то виновник вы, вы главный разбойник. А это ваши прихожане или причиндалы, они меньше будут отвечать. Написано у Примудрицы Соломона, что строгое взыскание будет с начальствующих. Но тут он посуровел. Чего толковать? И при том торговля везде. Святая Десятина заповедана Богом, нету, воюют, смертно стоят. Люди не понимают этого, что это благословение. А торговля это проклятие. Проклятие, Бог никого, Господь, Христос никого не бил. Ну, смоковницу проклял, она засохла. А из людей-то мы нигде не считаем, чтобы он бил. Он мог вызвать 12 легионов, ангелов, а тут сплел весь веревок. Где он веревки-то взял? Оказывается, ремонт храма был, и поэтому там работали подъемники. Так объясняет Гладков. Ну, действительно, храмы все время ремонтируются. И при том и знал дважды. У Матфея говорится, что он сказал, что сделали домом торговлю. Более мягко. Комок. Так сказать, комок во имя Пресвятой Богородицы, Рождества, Ее, Успения, Покрова. А второй раз называют вертепом разбойников. Они засели в засаде. Ну, есть батюшки, которые это понимают. Приезжал еще не будучи священником Геннадий Яковлев, который стал монахом, Григорием, которого Кришнаит, или называешь себя Кришнаитом, убил, голову отрезал. И вот батюшка, отец Геннадий Фаст запретил. До с миром изыдем. Но сказал он, что они подчиняются, иначе он их уберет. И вот они это время стоят кучками, как раньше книги были лицевые. И вот там деньги, и деньги на один монеты вот так вот стоят. Ну, не купюры были, деньги-то были железные. И вот они стоят и перебирают. Ящик, он сказал, закрыть. Они закрыли, но все на готове. Не запирает ничего, стоят. Как только сказал с миром изыдем, еще в воздухе звук идет, мгновенно крышка отброшена, звяк, народ кинулся. Все. Как-то меня вызвал благощиной Красноярского края. Отец Александр Бурдин. Нужно в просторне было русскую печь сделать. Я печенек 40 лет. Я стал делать. А он в это время вызвал, его вызвали в Енисейск. Там какой-то бунт был против отца Геннадия Фаста. Он поехал разбираться. Но за Геннадия Фаста он был. Горой в то время. Нам не дал помощников. Там Юля одна. Надежда, кажется. Торговки-то. Ну, я все. Они глину размешивают, помогают. А я с ними разговариваю. Разговариваю. А они торговки. Но отец Александр к нам по-хорошему относился. Потому что у него матушка Анна была. Огонек, как называли. У нее кипит все в руках. Она за нас горой везде стояла. Ну, прям самые близкие люди. Если кого назову, ее буквально в первых числах можно было назвать. Ну, приезжает отец Александр. Начинается богослужение. А я с ним уже переговорил о торговле. Он говорит, да можно вынести, конечно. Тут там под колокольню. Холодновато, конечно. Так зимой это делать. Это можно как-то сделать, обогревать или поставить. То есть он тоже был не против. Но все это в медленном таком темпе. И сделал бы он, не сделал. Но я сделал печь. Я уехал из Красноярска в Барнаул бы. Как раз я приехал не один. А со мной брат Павел был. У него отпуск был. Он во Фрунзе был. Начинается служба. Ну, они-то там за дубовыми иконами-то в алтаре-то ничего не видели. Какой-то шум. Он говорит, что там такой какой-то шум сегодня. Там диакон или кто выглянул. Не знаю. Говорит, там что-то весь народ. Никого тут молящих-то-то нету. А все там сзади что-то стоят. И никто не идет. Да такого никогда не было. Обычно пройдут там у каждого свое место. Купят свечки, поставят. И народ стоит. Здесь никого нету. Там толпа и шумит что-то. Он сходил узнать, что там случилось-то. Он приходит и говорит, батюшка, а кассы закрытые эти. Торговые точки-то наши. А там две было по сторонам. Как закрыты? Никого нет. А где же Июля? Я надежно. Он пошел. А они там где-то в уголке примасились. Их даже не видать. Так вы еще не открывайте так. Ну, нельзя. Это грех. Это грех торговать. Христос выгнал. Мы не хотим, чтобы он нас выгнал из царствия Божия. Он пришел, доложил. Да как так? Вышел сам. Вызвал их. Вы что тут придумаете? Ну, батюшка, ну нельзя же говорить. Ну, я сказал, что я уберу их точки. Ну, не сегодня там. Через неделю там как. Ну, это же надо сделать там, чтобы торговые точки-то. Батюшка, нельзя это. Потому что я зайду, меня Господь может жизнь перервать и все. Как он заиграл? Это Игнатий мне. Значит, служба, литургия не идет. Все остановилось. Вот я на практике показал им, что... Что это торговля? Это не ты там сидишь. Кадила твоя разжегла. Вот где кадила дьявола разжег-то. Свещи ваши, свещи вонючие. Они не из воска. Всякий царазин, пакость всякая натолкана. Лишь бы деньги, 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 деньги. Я им приводил пример. Карл Марс говорит, если 100% выгода, то капитал начинает уже признаки оживления подавать. При 200% он говорит, активно уже действует, пропагандирует, давит кого. А при 400% выгоды нет того преступления, даже под страхом виселицы, на которое капитал не падет. А крестики продают 2000% выгода. Это кто не знает, даже не верит. Я говорю, вы не знаете, вы узнаете в Софрино, почем они, когда приходят и сколько. Они там разные, большие, маленькие крестики, тут все как свечки маленькие, большие, красные, праздничные, там, с вензелями и неровные, там. Ну, как это делает реклама? Вот и все. Службы нет, храма нет. Это дом мой, Господь говорит, дом мой через торговлю делается вертепом разбойников. Вы сидите, разбойники, вылавливаете кого задушить. Они дискредитируют веру. Они буквально все выжигают в людях. А была бы десятина-то со всех. Этого не надо было. Вот против нас они воюют. А, десятина-то кто? Это торгаши. Это люди не Христовы, которые воюют против Христовых слов. Это так прилипало. Они пришли, побыли где-то, ну, и уходят, и больше нигде нет. Десятину-то не платят. Он вор, разбойник, святотатис. Считайте ему, Малахия, пророка. Обкрадывает весь народ. Меня вы обкрадываете. А священники из десятины не дают десятину для Бога на нищих. Эти тоже воры. Воры все до патриарха. Потому что десятина только оправдывает, дает истинное благословение. Это начало благословения. Первое благословение, благословляй и родов рамов, евреев, не проклядно. И второе, это плати десятину. Вот и все. Вот та вид, книга есть такая, 1.8. Он платил три десятины. Вообще прекрасно. Считаю. Евангелие от Матфея, 21 глава, 14 стих. И приступили к нему в храме слепые и хромые. И он исцелил их. Толкование. Исцелением больных показывает, что он хорошо сделал, выгнавшись своей властью из храма недостойных. Открывается отсюда и то, что по изгнание иудеев, привязанных к закону и закланию животных, приемлются слепые и хромые из язычников и исцеляется им. Толкование закончилось на этот стих. Ну, тут толковать тоже ничего. На сегодняшний день-то. Значит, главнейшее указано в Евангелии, а остальное все вымыслы человеческие, которые Господь ненавидит. Это, что было сказано Богом Серафиму Саровскому. Господь о священниках говорит, как о полном их истреблении. Не пощажу и не помилую. Бог устал миловать, как пророк Иеремия говорит. Это в первую очередь против них. Они вот на этой торговой основке коммерческой держат людей. Уберите торговые точки, и вы увидите, что получится. Они не знают, где добыть денег. Им нужна с Богом именно торговля. Указано, какой источник. Десятина. Десятина. Каждая бабка должна с пенсии десятина отдать. Придумали. Тут кто не платит десятину у нас. Да вот это со вдов не берут. Где ты взял это? Где? Когда написано, вдова положила все пропитание. Зачем бы она ложила это? Вдова, вдова. Две лепты у ней было. Она не десятину положила, а десять десятин положила. Никаких не понятно. Лукавые гнилые подпорки. Почему я говорю? Никогда не оправдывай сам себя. Псалом 140, 4 стих. Да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. Да не вкушу я от сластей их. А это обязательно лукавые оговорки. Что-то защищает. А теперь это защита тебе на помощь. Тебе дадут что-то от сласти с миром вместе. Не участвовать. Не подпирать. Это гнилье. Подпорка на высоте не устоит. Такие высокие принципы пытаются оправдать, защищать. Глупостью это все. Нельзя этого делать. Надо решительно. Однажды сказать. Я всем сердцем хочу любить Бога. Освободи меня, очисти от всего ненужа. Вещи не потребны, не положу перед очами моими. Давид это знал. Знал. Благословен Господь. Дальше. 21 глава 15-16 стихи. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Асанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Толкование. Фарисеи, видя детей, словословящих Христа, Давидской песню, которую пророк, по-видимому, относит к Богу, разрываются от зависти и негодуют на Христа за то, что он позволяет о себе говорить то, что относится к Богу. А он, вполне одобряя это, говорит «Да, я не только не запрещаю им говорить это обо мне, но даже привожу пророка во свидетели и обнаруживаю ваше незнание и зависть, хотя они, дети, по возрасту и считаются несовершенными, но они не от собственного ума говорили то, что говорили, а устами их изрекал Дух Святый. Означалось этим и то, что Христа будут словословить младенцы и неразумные, то есть язычники. Заключалось всем и то утешение для апостолов, что и им дано будет слово, хотя они были и не ученые. И ты, если будешь не злобив и будешь подобно младенцу сосать духовное молоко, божественные слова, то удостоишься воспевать Богу песнь победную. Толкование закончилось. Вот здесь не полностью приводится пророчество Давида. Из уст грудных детей устроишь школу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Вот что главное это здесь. Потому что все, что Господь делает, враг старается тоже имитирует. Пытается исцелять. А то есть такое, там руками машут, экстрасенсорика и прочее. Я помню в школе было, даже опыты показывали, вот Илья Пророк без огня сжег. Ну и там положили немножко щепочек, положили там какой-то натрий, что от воды возгорается. И когда воду льют, реакция бывает, огонь появляется даже и зажигает. То есть они пытаются путем человеческим умом, знаний показать, что и мы тоже это можем сделать. Я попытался узнать. А за 2000 лет пытались когда-нибудь сделать так, чтобы дети из грудной у матери в пеленках. И стали разумные слова говорить. Благословен грядущий во имя Господня Асана. Нет. И вдруг я нахожу толкование у святых отцов, что сатана все может огонь с неба низводить и будет воскрешать мертвых призрачно. Не на самом деле. Горы будет сбегать призрачно. Гора, двинься, она гора пошла. Видели, весь народ взахается, Бог, вернись на место. Потому что когда чары уйдут, а гора-то стоит, он ее возвращает на место. Ладно. Но это никогда сатана не сможет сделать. И вот это один из главных признаков пострамления антихриста будет. Он этого сделать не сможет. Не сможет. Дабы сделать безмолвным. Мы говорим, вот чудеса Христовы. Можно сделать? Да можно сделать. Там у корней налить ночью что-то, а потом сказал за ночь-то и засохло. Это можете. А чтобы грудные младенцы? Ваши дети. Ваши. В вашей семье. Ну, на утро-одиннадцатый ребенок. И ты начинаешь каждый день его учить кричать. Там, логопедов назовите побольше. Сделайте, не сделайте. Всякое чудо можно поделать. Вот это никто не может. И когда я задаю вопрос, какое чудо сатана не сможет повторить? Попы не знают этого. Вот единственное чудо, которое сатана не сможет даже призрачным показать. Не сможет. Сделать безмолвным. Он онемел. Я не могу этого сделать. Это невозможно, они говорят. А когда говорю умножение хлебов, вот это тоже можно сделать. Сегодня наука позволяет сделать. Там они наращивают, делают. Из сажи могут алмаз сделать. Вот и все. Вот что еще тут надо пояснить людям. И поэтому у людей, вот родился ли ребенок сейчас, женщины, чудо, семь с половиной килограмм. Как она его родила, я не знаю. Ребенок сфотографировал. Девочки. Семь с половиной. Бывает, родится, зубы есть. Ну, как говорят, родился ребенок, играет на скрипке-то в собачьем сердце. А вот это не будет. И нигде не пишут. Ну, поэты, художники, слово, ну, хотя бы Булгаков мог написать такое. Ну, мог он там, говорит. Кисарево еще истечение. Но этого нигде не говорят. Это невозможно. Вот и все. Комментарии. Дальше ваше. Надо было сразу прочитать. Может быть, там уже сказано. Господь наш Иисус Христос постоянно обращался за доказательствами к написанному в Священном Писании. У человека должен быть навык к развлечению добра и зла, к развлечению того, что он слушает всюду, и тем более в храме. От Бога ли эти слова, или это только лишь искусство, искусственная подделка. Подавляющее большинство священников и архипастыри, как огня, боятся священного писания, Святой Библии. Или искусственная. Или искусственная. Искусственная. Ну и искусственная одновременно. То есть умелая. Так. Священники чего боятся? Подавляющее большинство священников и архипастырей, как огня, боятся священного писания, Святой Библии. Они не обращаются к ней за ответом, за прямым научением. Откуда же пастве придет желание знать толкование Евангелия? Сегодня ситуация такая, и она возникла далеко не вчера, а задолго до революции 1917 года. Народ совершенно не знает Слово Божие. И священники вполне довольны этой темной массой. Легко управлять. У их ног никто не будет сидеть и учиться, как Мария у ног Христа. Сегодняшние пастыри бдительно следят за тем, чтобы никто не знал хорошо священное писание. Чтобы люди учились повторять какие-то заклинания, слова молитвы. Ничего никогда не сверяли со Словом Божиим. Людям это нравится, и мир любит свое. А если кто что-то будет говорить из Библии, то его сразу же священники окрестят сектантом, баптистом, и убедят народ, что эти знания Библии человеку дал сатана, а не Бог. Но вот мы стараемся сделать доступным для людей не только уже Евангелие, но и толкование блаженного Феофилакта. Составлено им по толкованиям православных святых отцов Церкви, просто выделяя отдельные слова из его толкования о Писании, о проповеди. И оказалось, что православные священники и архиереи, сделавшись еще более дерзкими и непокоривыми Слову Божию, открыто восстают уже против самого этого толкования святых отцов. Это толкование архиепископа Феофилакта глубоко православное и уж никак не сектантское. И однако дух противления истине, на котором возросли пастыри, бросает их в смертельную атаку против самого православия. Такие ревнители чистоты, в кавычках, православия, наконец-то полностью обнаружили себя как врагов Евангелия и врагов апостолов. И если они не враги, они должны сегодня же переменить тактику обращения с прихожанами и не травить их своими вымыслами, но кормить чистым Словом Божиим, не поврежденным никакими примесями человеческого ума, точно по толкованию святой православной церкви. 1 Петра 2.2 Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Псалом 18, 11, 12 Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Комментарии закончились. Ну вот священники лютуют против этих комментариев, но открыто они не выходят на меня нигде. Между собой они, как тут видите, он на священников, он как говорит, то есть я... Ну ладно, это было... Первый раз они ознакомились 12 лет назад. 12 не дней, лет! Лет! Сегодня вот 1 сентября 2013 года, воскресенье Христово. И вот за эти 12 лет по сегодняшний день ни один нигде ни разу не согласился открыто со мной встретиться и сказать, вот вы делали эти комментарии сюда на блаженного фепилакта. Я так комментирую это, а не даже Слово Божие это. Но это не так. Мы учим. Ну и покажите, где вы учите. Где? Как написано. Народ с этих слов не знает, как написано. Вот к вам приходят, мы отсечем 10 человек. 10. У вас по выбору. Вот зайдите спереди, сзади на скамейках у баптистов, у адвентистов. Возьмите у других. И сравните знания их священного писания. Вот стоит храм. В храме... Ну стоит много людей. Бывает несколько сот, а то и тысяч. У кого в руках есть молитвослов? Католики стоят с молитвословами. У нас одна католичка в Арнолье была. Она все время розарий свой держит. И по нему службу пытается это, чтобы видеть, понимать. Ни у одного нету молитвослова. А Слово Божие у кого? Как вот у адвентистов, у баптистов нету. Как-то пришли к адвентистам. Ну сколько там? Человек 150. Присвитер говорит. Итак. Даниила, 5 глава, написано так. Только шорох стоит. Бабки сидят. Вчера православная Библию считает. Каноническая, 66. Но синодальная. Все. Дальше он говорит. А вот написано писанникистом. Он заблуждение проповедует. Ложь. Прямо ложь. Открыто. Что Христос, еще тысячелетнее царство будет. Ахелиазм. Но они учат. Самое главное. Заблуждение, но они учат. Здесь истине и не учат. К Библии православной не обращаются. И у него 85 процентов, статистика показывает, бывшая православная. За каждую душу попам придется отвечать. Куда они попали? Они сделались наглыми, эти люди. Нападают на церковь Христову. Они поносят все православное. Крестное знамение никогда не совершают. Иконы пожгли. Они богохольники. Это попы все виноваты, что не учили Слову Божию. В православии столько понамешано, понатолканно, как в русской нации. Все нации перепутались. Иврей может показать чисто еврейский, там туркмен, кто-то. А у нас никого ничего нет. И ни в вере, ни в чем. Интересно. Вот ездят, поломничают куда-то. И с ними священник. Ну, я решил узнать, как ездить. Это не крестный ход, а едут на поезде они. Едут. Да, бывает и крестный ход. Я говорю, а посты-то строго соблюдаете? Да, как мы не постимся? Как не поститесь? Ну, если вы идете, а потом будете еще и причащаться, когда даете. Да, мы причащались. Ну, и что? Ну, не постились. Батюшка сказал, кто в походе, то есть военные, а мы как в походе, но еще особенно крестный ход. Да это у мусульман написано, когда они свой хадж совершают, хадж, паломничество. Это в Коране написано, это не в Библии-то. Ну, батюшка еще разве это не знает? Я про батюшку не могу сказать. Знает он и умышленно ли он вас в заблуждение вводит или по незнанию. Но вот написано в Библии, вот написано у нас в канонах, кто не исполняет пост, на два года отлучается от церкви. Я им показываю канон, Карфагенский собор, правила такое-то. Ничего не знают. Ни канона, это паства священникам нужна такая. И поэтому они исповедуют их так, чтобы говорить страшно и стыдно. Дальше. 21 глава 17 по 22 стихи И оставив их, вышел вон из города Вифанию, и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, залкал, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горейся и скажете, поднимись и вернись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Толкование «Господь удаляется от них, как от недостойных, и приходит в Вифанию, что означает «дом послушания», и таким образом переходит от непокорных к послушным ему и водворяется у них». 2 Коринфянам 16.16, Левитам 26.12 «Так как Господь часто совершал чудеса и всегда на пользу всем, а ни одного чуда не сделал наказания, то дабы кто-нибудь не подумал, что он не может наказывать, он показывает здесь и эту силу, впрочем, не на людях, но по человеколюбию своему, на дереве, подобно как и прежде всего на стаде свиней, он иссушает дерево, чтобы вразумить иудеев. Смоковница означает синагогу иудейскую, которая имеет одни только листья, то есть видимую букву, но не имеет плода духовного. И всякий человек, придающийся удовольствием настоящей жизни, подобен смоковнице. Он не имеет плода духовного для алчущего Иисуса, а одни только листья, то есть временный и приходящий призрак мира сего. И он будет проклят. От Матфея 25, 41. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И он иссохнет, ибо когда будет мучиться в огне, у него засохнет язык, как у известного богача. Велико это обетование Христово ученикам представлять и горы, если только не будем сомневаться и недоумевать. Ибо все, чего мы не будем просить, несомненно, веруя в силу Божию, получим, когда слышишь о вере, то думай о вере не безрассудной, но истинной, именно о той, о которой говорит Господь, и о молитве той, в которой мы просим полезного, как и Господь заповедал. Таким образом, если мы будем пребывать неразлучно с Богом, имея несомненную веру в отношении к благам, то будем получать по своему прошению полезное, ибо Господь подает благо, а не зло. Толкование закончилось. Слова Христа, если буквально везде понимать, без растолкования, то на них можно человеку споткнуться, соблазниться и даже отойти. Если выпить и что смертоносное, не повредит. Ну, четко и ясно. Никаких толкований, кажется, нет. Не повредит на этом все. Но, однако, и устина философа отравили, косма и дедомиян отравлены, при том врачи. Ну, а как же написано не отравят? И дальше все, о чем согласитесь, просить получите. Да хоть замолись ты не получишь. И мы знаем, о чем просят многие верующие, двое, трое церковь. Нет дождя. Раз за разом молились, молились. Если один раз дождь был, по молитве, тут уже далеко известно. А то есть еще раз молились, не получилось, и не сошлось, и дождя не было. Это как будто никогда этого и не было. Ну, а почему тогда слова Христа? Воли Божьей угодно или не угодно, добавляй это. Ты получил просимое. Да будет воля твоя на земле, как на небе. А воля Божья та, чтобы не было дождя, чтобы ты не получил, чтобы ты с голоду помер. Ну, и все на этом закончилось. Вот он услышал и ответил. Люди-то не понимают. Я молился, я просил, Бог не ответил, никакого Бога нет. Я встречал людей таких. Поэтому это обман один. Обмана никакого нет. Это надо людям-то разъяснить. То есть мы молимся всегда с неопределенностью. Нет воли Божьей, чтобы кто не погиб. Но их миллионы гибнут. Да как так? По образу и подобию созданный человек не насилуется от Бога. Воля его не отнимается. И это всегда надо в любом данном случае говорить. Вот смоковница засохла. Нам разъяснили, что означает, он может наказать. А тут еще главное это может быть то, что не время было собирания плодов. Как она могла дать? Мы смоковницу нынче видели плоды, но прилик к ней на два месяца. Ну, ты понимаешь, что сейчас бы с поля стал требовать пшеницы, а она только еще зерно наливается. и еще потребуется несколько недель. Ну, как с этого пшеницы требовать? Ну, пшеница или разницы нет, там смоковница-то. Тут вот вопрос-то, главное-то в чем? Не время было, да и оно, дерево-то, при чем тут дерево? Оно же неразумное, от него нет. Тебе рассуждать не надо, а тебе это не рассудить никогда. У человека не так. Человек знает. Вот при мудрости Соломона, когда ангел шел, поражал в Египте, то перед тем, как его ударить мечом, он его пробуждал, человек, и говорил, за это погибаешь, за это, от ангела, чтобы он увидел, он знал, и уже душа выйдет из тела, и он уже было, как уже частичный суд, уже произошел. Вот как дело-то обстоит. И поэтому неразрешимых, неотвеченных вопросов в Библии практически нет, не считая дня кончины пришествия Господня. Да, мы грешны, да, Господь силен это наказать, но время не пришло, время не пришло, а он тебя проклинает, а ты время измени, у тебя воля есть. Когда услышите, не ожесточите, ожесточить это значит жестким сделаем, как в одни ропота, когда погибли они. Делать нужно покаяние сразу, а не так, я отложу как фест, потом послушаю, в следующий раз. Следующего раза не было, его уже заменили. Ты подальше опытом своим пройди. Время, когда ныне время благоприятное, ныне день спасения, ныне время плодоношения. Вот сейчас как есть. А не так, что вот я дом построю, вот все завершу тут, детей женю, тогда поеду на благовестие. У нас тут есть такие. А сейчас вот, вот это идет благовестие. Мы считаем это дело, записываем, распространяем, выставим в интернет, и потому что мне запросы делают. Вы сделайте вот даже, вот это, начитайте толкование, как-то на видео. Сегодня так люди привыкли, они считать совсем мало считают. Считать считают, но мало. А вот как видео сделано, в виде ролика, вот она, это было бы более приемлемо. Ну вот я несколько дней назад решил попробовать по блаженному Афеофилакту, это наше издание, вот оно, Новый Завет стоит, трехтомник, по нему. Я к нему очень привязан, много лет проводил занятия в университетах, больше 20 лет в школах, в воинских частях, в училищах, в Академгородке, и все на блаженном Афеофилакте. Ничего не надо придумывать, легко отвечать. Благословен грядущий во имя Господня, считаю. 21 глава, с 23 по 27 стихи. Вот это последнее сегодня. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа, и сказали, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоанна откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем, сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. Толкование. Законоучители, завидуя тому, что Христос изгнал из храма торгующих, приступают к нему с таким вопросом. Кто ты, что изгоняешь из храма торгующих? Делаешь ли ты это по праву священника? Или поступаешь как царь? Но ты не царь, впрочем, если бы и был царем, то не надлежало бы тебе так действовать, потому что царям нельзя принимать на себя обязанности священнических. Такой вопрос законоучителей предлагает Господу с той целью, чтоб если он скажет, я это делаю своей властью, оклеветать его, как возмутителя человека самовольно действующего. А если скажет, я творю это божественной властью, отклонить от него народ, воздававший ему славу как Богу, показав народу, что он не Бог, а раб, будто волею Божией совершающий эти дела. Что же ответствует на это Христос истинная премудрость? Он уловляет мудрецов в коварстве их и предлагает им свой вопрос об Иоанне, дабы, если скажут, что проповедь Иоаннова была с небес, уличить их в богоборстве, как не принявших ее, а если скажут от человеков, устрашить их народом, так как все почитали Иоанном пророком. В этом месте Господь показывает, что не должен отвечать на вопросы коварные и злоумышленные, потому что Исаам не отвечал иудеям на их коварный вопрос, хотя и мог дать ответ. Здесь научимся и тому, что хвалить самих себя не согласно с примером Христовым, ибо и Господь, имея право сказать, что Он собственную властью совершает сие дела, не сказал этого, дабы не показалось, что Он прославляет сам себя. Толкование закончилось. Комментария нет там. Нет. Господь не просто в ответ, вопрос на вопрос, а то Он редко так делал, но бывает так, чтобы отвечая на вопрос, который задали, на тот, который Христос им задал, а они ответили на свой вопрос. Что Ян так говорил о Христе? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и дальше Ян о нем как говорил? Все слова-то припомните, но вот этой властью я и делаю, я Сын Божий, меня послал, и Ян говорит, я слышал глаз с неба, сей Сын мой возлюбленный, его слушайте, слушайте, ну слушайте, что он делает. А про что они спрашивали? Не сразу они решились, а то, что выгнал из храма, какой властью. Вот я лично испытывал это многократно. Я всегда стою у дверей. У дверей это самое такое трудное место стоять. Там жарко, холодно, одним холодно-жарко, а мне и холодно, и жарко. Поджаривать, тем более на улице 40 с лишним градусов, когда морозы. Заходит человек в шапке, ну я скажу, шапку-то снять бы надо, покажу ему. Кассия идет, там что-то не так делает. Ко мне, а что ты порядок тут наводишь-то? Кто тебя ставил-то? Это тот же самый вопрос, я многократно получал. Я не отвечаю ничему. Они к настоятелю. Он тут, что я делал не так, скажите, что сделал не так? Человек зашел, с папиросой стоит, и вы не видите, вам не видно, а я-то стою рядом. Я показал, папиросы-то потуши хотя бы. Другой в шапке стоит. Стоит уже минуту-вторую, но она уткнулась, торговка считает свои пенязи деньги, а другая там вообще не смотрит за этим. Вот, что я не так сделал? Дальше я показываю, что она спрашивает, что не надо, где земельки взять? Маму похоронил, мужчина, земли, земли надо там посыпать где-то. Я говорю, что Евангелие сейчас считают, закончат считать, и тогда можно подойти вам земли этой купить. Он постоял, постоял, а длинная Евангелие. Этот Иван долго еще будет читать? Евангелие, это Иван. Он вообще, люди ничего не знают. Это языческая тьма, шатание, непрорубная. Я что не так сделал-то? Настоятель вызывает, ну там же есть, кто-то смотрит. Никто не смотрит, ни старосты, ни наблюдатели. У нас вот наблюдатели есть, не так даже кланяются, можем вывести, подсказать. Здесь ничего нет. Между собой разговаривать, особенно церковные служки, они, когда особенно, это заметно, прощенное воскресенье, по всему храму они стоят, разговаривают, крутят головы. Люди между собой, бывает, мужчина зайдет, женщина обнимается, стоит там, ну явно не жена это, чем он обнимался здесь. Стоят как попало, повернутся, одетые как попало. Ни зачем не смотрят, вертеп разбойничий. Я одному другому сказал, что-то спрашивать, я говорю, нельзя разговаривать, показывать. Ну, богато ты знаешь, монашка одна, богато. Это в Киеве мне, в Софийском. Им сказать нельзя, они лютые волки. Вот это все, вот, вместо прочитать, и людям надо подсказать. В храме, порядок наводит бог и священник. А поэтому, ты не священник, из Иудина колено, это понятно. И ты не бог. А если бы они ответили, что крещение Иоанна, это было как божественное, и с неба глаз был, что сын мой возлюбленный. Значит, я как бог, это мой дом, дом молитвы наречется, мой дом, мой, я в своем доме навожу порядок, я же не пошел в капище. Тут рассуждения-то простые. Я священник вас спрашивал, почему вы не смотрите, за порядками. Народ еще не знает, что его говорить им, это бесполезное дело. Мы уже и говорили. Да неправда. Вот порядок у вас навести здесь, я наведу в течение одного часа. Разрешите мне. Никогда не спросят, а как ты будешь это делать. В первую очередь, я приду не один, со своими людьми, прямо в дверях сразу, сразу их на место ставить. Мне по интернету спрашивают, ну вот к вам люди приходят, а вот женщины зашли в брюках, вы как их выводите? Я говорю, мы не выводим. Вот видите, это правильно, что не выводите. Андрей Кураев говорит, а выводить не надо. Да не так, как Андрей Кураев. Мы их не запускаем, и поэтому не выводим. Мы их на подходе уже переодеваем у нас, сказали где-то, и все. И опять что-то спрашивают, это платков без платка. Замещание делать? Нет, мы не делаем. Вот это правильно. Андрей Кураев и говорит, и Смирнов говорит, что не надо, как молится. И Ларион там, митрополит Алфеев говорит. Да не так, мы их не запускаем. У нас платки есть, дали платок, переодели. Ну, так это разве наберешься платков? То есть, они уже, надо навести порядок, я еще только говорю теоретически, они меня уже корректируют, и берут меня на заметку. Но так же нельзя. Можно, вот у нас 7 минут до богослужения. Уже объявляются все, чтобы заходили. 7 минут полное молчание. Не хождения, чтобы не было. Бывает, ходят, свечки зажигают. Прекратить. Тем более, у нас свечи не купленные. Батюшка там, бабушке воск купили на общие деньги. Сделали сами восковые, чисто, стопроцентно. Стоят, свечка догорит, погаснет. Ее нельзя агарки отрывать. Пока не погаснет сама. Стоят в это время, люди 7 минут молятся. А после 7 минут оторваются врата. Вот в прошлом занятии Серафимова, ей 87 лет, бабушка Серафима Гаврииловна, потеряю, в кем мы находимся. Мамонтская района, Алтайского края. Она говорит, а вот там маленький Степа, стоит около мамы впереди, проходит несколько минут, ему на двор надо, мама за ним идет через весь храм, потом опять идет, это движение. Это неправильно, надо, чтобы он сзади стоял-то. Обычно родители, еще ребенок, тем более, такой недоношенный был, видите, болящий. Но гнижу, вчера его вперед уже мама не берет. Это та мама, которая прислушалась к словам старицы. Ну, я ее поддержал, она правильно сказала, а как? Я говорю, пусть со старшим стоит, Исааки рядом стоит, и они около меня стоят. Гляжу, брат старший, стоит вот Игорь, я его Степу-то послал, ну, садись, маленько помолился, садись. Ему еще там, он дошкольник, совсем махонький. Вот. Священник открыл дверь, Игорь его толкнул, опять же он встал, молился. Табуретка-то стоит к стенке туда, а я-то подальше. Второй раз вижу, он опять, я только посадил, опять, а священник ходит, кружит по храму-то он, кодил он там, кодит нас от стенки, чтобы отлипли там, раз, другой, третий иконы кодит, четвертый. Зачем это нужно-то? По храму священник-то кружится-то. Я уже сколько раз говорил, ну, утром на литургию один раз обошел, посвятил, если боишься, что святость иконы потеряли. Кодятся не люди, не стены, когда крутятся за священником, за дьяконом-то, а иконы. Мы совершенно ни при чем. Стой спокойно, не вертись, а то еще руки на себя Духа Святого нагоняют-то. Шаманство сплошное. Я тогда взял табуретку, вижу, что он ему не даст спокойно стоять, а сам стоит ногу, поджимает, а вот другую, как, что святые отцы говорят, не делать ногу, не расслаблять. Две ноги должны стоять прямо, прямо, чтобы понятно было. Я даже покажу с больными ногами. Вот, встал и стой, а он стоит маленько погодя, маленько погодя, вот, и вот стоит, пританцовывает, за собой-то не смотрит. Ну, мне не говорить ему надо, а то ребенка спаси, я тогда потихоньку, когда он отвернулся, а табуретки-то маленькие такие, я ее взял, перенес и поставил около печки здесь. Ну, Исаак это стоит тоже рядом, и поэтому, когда сесть, я посадил, не трожьте его, ребенок сидит, а он там сидит, там пальчиками играет, он по рукам, ну, совсем маленький, но один раз, а оборачивается, это можно подсказать, не оборачивается. То есть, у самого семь ребятишек, а с детьми никакого обихода правильного нет, и поэтому ни один в церковь не ходит. Ну, надо там остановиться. Какой-то учитель-то, когда из своих детей, из семерых, ни один в церковь не ходит, кресты все поснимали, жена все перевернула, ни посты не соблюдает, а над ребенком тут куражится, да зачем это надо? А я ребенку, так и распадушку поставил, пусть и спит, он лишь бы слова эти, ну, ладан хоть нюхал-то. Детей надо выставить так, чтобы они видели алтарь, они ничего не понимают, хоть маленько зрительно прихватили, не понимают. Я за детей сражаюсь, не знаю как, но выведите их, позанимайтесь, урок какой-то, ну, двадцать лишним часа стоять-то. Мы сами лицемерим, ничего не понимаем, мы детей лицемерами растим. Поэтому, ну, на меня так они и смотрят, как на врагах. Ну, все сегодня. Слава Христу. Аллилуйя. О! Спаси Христос. Слава Господу. Слава Богу.